ну что друзья всем привет это снова проект случайно парикмахер мы учли все ваши комментарии дешевая стрижка 300 рублей 20 минут несравнимо там с часом работы сочи классных парикмахеров просто парикмахер на парикмахере и парикмахером погоняет мы едем в одно из лучших мест именно для мужских стрижек мы записались на 1830 сейчас время уже 2020 его задержали на полчаса это автообзор его разделе там он идет в шортах а это реально макс идет ты же стрижешь там за 200 рублей действительно раз раз чем больше подтверждать ему мне стыдно допустим стремно подстричь и потом буду говорить вот там стрижет на мой взгляд тысячу рублей реально стрижка стоит ну что друзья всем привет это снова проект случайно парикмахер мы учли все ваши комментарии дешевая стрижка 300 рублей 20 минут несравнимо там с часом работы с вашими рекомендациями отправления в барбершоп и и так далее есть скажем такая ошибочная точка зрения когда вы считаете что выход из салона это типа такая большая составляющая от которой многое что зависит но я виду внешне клиент выходит из салона классно ложный супер здорово но есть такая составляющая как клиент будет укладываться в течение месяца допустим и мы немножечко решили усложнить задачу сделать более такой сложный контент но интересный и полезный для вас мы на сегодняшний момент к нам приехал в гости максим вы его видели наверняка да в наших ранее там мастер-классах он давно уже у меня стрижется и как клиент и как модель мы его привлекаем постоянно основная суть этого проекта заключается в том что мы сейчас каким-то образом определим какой-то барбершоп отправим максима туда он стрижется там и в течение месяца раз в неделю он будет присылать видео и мы будем смотреть как отрастает эта стрижка как она себя ведет в течение этого месяца после чего подстригу максима я и точно так же он проделать эту работу два месяца будет длиться этот проект и собственно вы посмотрите если какая-то разница мы не будем никого унижать если работа будет профессиональная классная но супер я бы вообще зашел бы к мастеру пожалуй руку сказал красавчик супер приятного просмотра напишите ваше мнение в комментарии что вы думаете по поводу этого контента какие у тебя пожелания расскажи да чё лето надо покороче лето покороче то лето покороче потом ну челку вверх назад как-то если барбер не ну или парикмахер куда вы сейчас поедем если он не сможет определить вот ему стал покорочиваться да че делать будешь ну как бы ну покороче и челку вверх да ну а там посмотрим возможно визуализации нет никакой возможно мы получим то что я представляю в итоге и визуализации но это если показывать но так ничего нет фотки какой-нибудь там типа вот так бы хотел бы чего-нибудь там но под рукой прям нет нам найду скажи где бы в каком салоне ты хотела подстричься у нас шла такая тема в комментариях пишут вот вы выбрали там случайный салон там и вот на 300 рублей попали вам нужно там в классный барбершоп как бы ну и такое ощущение как будто я создаю контент в котором кого-то хочу унизить то есть наша задача не унизить наша задача просто показать насколько сложно найти хорошего парикмахера либо наоборот просто ну как бы почему нет может быть сочи классных парикмахеров вопросов парикмахер на парикмахере перед махером погоняет а вот в каком бы вот барбершопер ты хотела подстричь а вот сейчас вот мы сидим такой я бы хотел бы вот туда оплачиваем мы сразу скажу я честно говоря поздно по названию знаю только чоп-чоп и топ-ганная давай пишем чоп-чоп и топ-гану сразу большой плюс потому что видите вот клиенты знают так пишем сейчас сразу чоп-чоп топ-ган еще какие-нибудь салоны ну давай штук сколько штук 5 хотя бы найти 10 10 black star 13 жалко не открылся дальше но олдбой олдбой что еще у нас есть салон розанна салон розанна я знаю алиса этот в общем без женских ими а как насчет персона вообще персона хороший салон у них да у них очень хорошие говорят мужские парикмахеры стоимость рижки 2 с половиной тысячи давай напишем персона пусть не барбершоп да но все равно персона персона а 6 by 6 так так дальше что еще у нас есть бру о бит бро тоже есть такая даже без бит бро бро чё еще берлога 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 что еще фирма фирма кстати да напишите кстати в комментариях какие-то барбершоп и в которых вы хотели бы чтобы мы туда заехали там с нашими клиентами с нашей контрольной закупкой так сказать вот напишите в комментариях ну и вообще самом по себе что вы думаете по поводу того никто никого не будет унижать никто никого не будет там это мы просто отправляем человека просто смотрим как его там подстригли показываем это вам и собственно вы делаете для себя вывод классно это или не классно какой еще цирюльна труманс трюманс барбершоп прошу ставил борис бритва я думаю хватит меня листик закончился борис бритва бритва она отвернись честно было чуть-чуть ребята все прям в лайве полном короче без нарезки без отрезки чтобы не было такого что там поговорили там еще что-то сделали раз два три 4 5 6 7 8 кстати в одном даже из барбершопов которые здесь есть наш каркард мастер даже 2 вот так что мы можем их не попасть так на секундочку и как потребуют они красиво так ну чё давай не смотря руку так ну или как не просто ну или смотря ну так пошел иди пошел ищите там да там не глядя не глядя не глядя что-то не берется а ну-ка тогда да да биг брау поедем пацаны мы едем к вам когда макс выйдет салон и я посмотрю на него и если увижу какие-то грубые ошибки скажу и на укажу на эти ошибки это опять же будет являться сугубо моим личным мнением то есть но есть опять же таки определенный скажем профессиональный уровень в рамках которого есть грубые ошибки не очень грубые ошибки и так далее поэтому конечно же если будут какие-то грубые ошибки мы конкретно укажем на них пальцами скажу что ребята так делать нельзя вот но будем надеяться что вас от ни в коем случае не оскорбит биг бро сейчас мы номер найдем так биг бро сочи добрый день я хочу знать стрижку записаться в ближайшее время очень хорошо но я вам тогда перезвоню сегодня вообще никогда крутые пацаны хочу сказать что делать будем смотаем дальше даже не знаю повезло им или нет что же выбрать что же выбрать я не смотрю 6 на 6 6 на 6 гугл выдает их первыми чтобы я не набрал до я то есть набирал в поиски несколько барбершопов и в самой первой сиденье находится 6 на 6 роз добрый день юля могу я на сегодня записаться постричься это почти третья половина дня 8 8 на 6 нет сейчас подождите я подумаю конечно конечно нет поздновато для меня будет не успею я перезвоню если что до свидания слушну девочка хорошо да девочка молодец такая она прям представилась хорошо она постаралась решить вопрос типа ну сегодня устраивает и давайте на завтра ладно следующая слушайте ну радует нифига себе трафик да хорошо работают ой что-то упало вот так топган поедем в топган но у них то мы запишемся вот телефон пиши он прям в шапке в шапке 8 918 а его там нажать можно вы позвонили в барбершоп топган индивидуал в сочи воспользуйтесь нашим приложением топган топган индивидуал здравствуйте добрый день скажите могу записаться на сегодня постричься в ближайшее время чуть раньше нет 630 ну давайте 630 запишите максим я какому мастеру буду понял камели все хорошо по стоимости скажите пожалуйста без бороды вообще хорошо до встречи ребята я набрал короче не в топган а даже в обычный то есть там она брала и подоказ топган индивидуал то есть ваш избранный топган то есть это короче там где должны ножницами стричь короче и должны хорошо вас я уже короче охеренно подстричь то есть это по идее лучше что есть туда не то есть ну так на секундочку твои пожелания то есть условно то как то как ты это сказал типа покороче виски покороче затылок и поднять все вот это вот наверх сюда да то есть но однозначно я сразу предположу что у нас ну он тебя спросит хочешь ли ты прям вот на нет это все дело то есть ему скажешь ну прям на нет может быть нет не знаю ты что будешь говорить если у тебя вопрос на нет прям хочешь прямо чтобы прям вот фейд был прям с нуля выходил на самом деле не против здесь есть маленькая особенность но уверен если мастер профессионала в индивидуале по идее не может быть не профессионала то есть он определит сразу затылочный бугор вот здесь а тут просто прям вот ну кадык вот у меня вот такой вот прямо на затылке не поведет по идее он сделает то есть низкий фейд то есть с выходом отсюда то есть будет небольшая трапеция у меня на самом деле очень любопытно то есть как он проведет эту работу вот но и следующая особенность это торчащая макушка она двойная макушка мы это опять проанализируем потом когда я буду его стричь уже посмотрим как она будет укладываться будет ли она вот так вот подтарчивать постоянно либо все таки он как-то выстрелит ее точно так же интересно мне будет ли стрижка машинка или будет стрижка ножницами но наверняка если ты скажешь что сведение на нет при работе него было бы хорошо то в любом случае возят машинку с насадкой начать тебя фигачить ребята так то на секундочку если что это самое крутое что есть в этих в этой сети салонов на выходе я уверен что ошибки он не допустит затылочным бугром вот этим но самое интересное как все будет носиться то есть как это будет укладываться в течение месяца вот вот так же интересно макс какие-то ты дома укладываешься вообще как ты пудры матовый пасты что-то нет ты на самом деле у макса получается ну у мастера точнее не очень сложная задача в том плане что у макса высокий рост волос достаточно то есть вот здесь и на затылке и пожелание типа снести все это на нет это условно сказочные пожелания вот но единственное посмотрим вот я бы допустим макса ну как это и всегда было отговаривал бы от сильно коротких стрижек потому что у него затылочек веселый вот там это пятнышки вот это все будет то есть идеальный там переход теневой сделать очень сложно в любом случае у меня ощущение пока что должно быть все круто это но это высший уровень по идее посмотрим может кто-то отказался а на завтра можно в любое время да он сказал сегодня на завтра ну может быть его перевели недавно может быть он с другого города приехал может быть да все что угодно может быть может он работал неделю но свободная запись на типа мы посмотрим посмотрим сейчас ты хочешь квадратную форму да бакса идея страны форме потому что допустим блин тут сейчас попадает вот максу если делать квадратную форму он становится как этот супермен марк этот кларк кларк кен кен кларк да вот этот короче прям вот квадратные очки такие наши промотки такие прям вот он fashion model такой прям а вот в таком стиле только виски допустим чуть дожать да то есть что-то оставить надо как бы вот это гибкая так скажем да чтобы это можно ну да чтобы макс квадратный хотел никогда в жизни не пробовал в детстве наверное мечтал но кстати можно что-то подобного да но единственное вот здесь это undercut прям идет темная зона не соединенная я бы сделал вот такого плана то есть но вот если ты мне показала такую фотку я бы сказал да слушай прикольно единственно давай мы тебе все зоны соединим чтобы вот этого балды вот это не висела вот а то кстати вот такой вариант тоже неплохо вот тоже обратил внимание когда пролистовала да если будешь ему показывать вот такую фотографию только скажи чтобы соединился все зоны чтобы undercut не висел ну короче чтобы соединенные зоны были в любом случае это типа примерно то есть это не именно прям такое пожелание то есть примерно то есть укороченные виски и соединенные зоны но опять же ребят мы с вами парикмахера я еще не вижу что будет но мы с вами парикмахеры и мы можем анализировать голову и говорить клиенту стоит делать так или не стоит то есть может быть удовлетворить пожелание клиента исходя там из фотографий но с учетом его космос структуры там подобрать длину допустим там чуть-чуть длиннее потому что вот у макса кстати еще есть одна такая особенность посмотрим сейчас они если изобреет у него у него вот эти вот зоны то есть они достаточно выпуклые то есть а выше в зоне вот лобных выем то есть он идет такой проваленный чуть-чуть и получается если вы прям коротко все выберете у него ну очень резкий переход получится вот здесь ну посмотрим опять мы едем в одно из лучших мест именно для мужских стрижек по мужским стрижкам поэтому и укладывается это будет в течение месяца нормально макс а ты задай ему вопрос скажи ему этот как укладываться дома и насколько хватит мне стрижки но сегодня нам повезло мы едем в хорошее место и нам не должны написать что вы едете какой-то фофломицин здесь будет точно стоит этот длится час стрижка я думаю ну и опять же на выходе должно быть полок классно и круто жалко мы туда с камерой зайти не можем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы позвонили в барбершоп Top Gun Individual в Сочи. Воспользуйтесь нашим приложением Top Gun или сайтом topgunbarbershop.ru для онлайн-записи. Если у вас есть вопросы и нужна консультация... Можешь дали такую же мелодию на гудок поставить. Подскажите, а Top Gun парикмахерская там? Продолжение следует... А куда можно припарковаться? Продолжение следует... Нет, нет, на стрижку привезли парня в Top Gun. А вы не обманываете? Не обманываем. Снимали дорогу, как сюда ехали. Если нужно, можем выключить. Ну, в общем, что, ребят, ждем Макса еще. Мы записались на 18.30. Сейчас время уже 20.20. В общем, почти уже полдевятого. Охренеть. Макс пишет, что его задержали на полчаса. Что-то там, какой-то ребеночек там крутился. Ну, как бы, может быть, все. Прекрасно это понимаем. Может, клиент задержался. Ну, тем более, если ребенок, может быть, действительно, он вертелся. Вот. Но по факту получается, даже если он в 19.00 его принял, то он уже его стряжет час двадцать. Вот. Если даже в 19.00 он его принял. Потому что сейчас время 20.20. Ну, как бы, это долго. Очень, очень долго. Но будем надеяться, что результат наш оправдается. Мы сидим, блин, в засаде. Уже стемнело. Человек записался на 18.30. А из салона он еще 20.20, а он еще не вышел. Вот. То есть это, ну, это прям дофига. То есть, если... Ну, это очень много. Если он планировал какие-то дела, не знаю, встречи, еще что-то, ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, он так офигенский его подстриг, что Макс скажет, да и бог с ним, что столько времени, зато посмотри, как круто. Вот. Посмотрим. Ждем. Это автообзор. И вот они сейчас едут все и думают такие, что-то здесь охренительное происходит вообще. Что-то модное, мощное. А у нас просто стрижка в топ-ган индивидуал. Да. В общем, Макс сказал, что идет. И вот думаем, из-за какого угла он выйдет. Либо оттуда, либо оттуда. Я, на самом деле, был просто непомерно счастлив, когда в 20.34 получил смс иду. А почему так долго, я вообще не могу понять, реально. Ну, в 19 даже, если он его взял, блин, уже без 29. Ну, слушай, у него машин-пескер еще больше. А, и еще потом ножницами. Нет, как-то. Ладно, мы, этот, без злых шуток, дождемся Макса. Мне интересно, почему реально, блин. Может, какой-то супер-сервис там давали, не знаю. Массаж пяток, мочек ушей, языком. Это, это Макс идет. Его разделе там. Он идет в шортах. А, это реально Макс идет. Да, да, вон, вон идет. Маленького мальчика долго стригли. Это во сколько он тебя принял? Он тебя на полчаса позже. В 19.00 принял. Ну, примерно, да. Ну, вот сейчас, получается, время без 29. Это он тебя час тридцать стриг. Так, 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 да. Хироси, а что так долго? Ну, массаж, кофе. Буфе, муфе? Не, на самом деле нет. Надь, вот сели стричься, мы, наверное, все-таки в 19.30. Потому что... В 19.30? Да, пока он отпустил клиента. Да. Значит, он долго убирал, прям начисто, чтобы я сел на чистое рабочее место, да. Дезинфицировал, по-моему, инструменты, что-то брызгал. Ходил, ходил, очень долго делал. Я особо его не отвлекал, потому что он не сделал кофе. Я пил кофе, сидел в журнале. И уже потом он объявил, что все, можно начинать. Да, он, короче, он условно подготавливал рабочее место. Да, да, да. Макс, первый вопрос. Понравилось, нет? В целом, да. В целом понравилось. Почему так не уверенно? В целом, да. А что-то было чуть-чуть этот? Не, ну, во-первых, ждать пришлось. Ага. Независимо от того, что причина вроде уважительной, и каждый на это готов. Угу. Вот. Ну и, в принципе, немножко я ожидал увидеть в зеркале немного другой результат. Ага. Вот. То есть, результатом работы, условно, не до конца доволен? Ну, да. То есть, представлял по-другому. Вошел, поздоровался, сразу предложил чай, кофе, извинился за задержку. Ага. Значит, начал готовить рабочее место. Конечно, это было долго тоже. Вот. В итоге мы пошли купаться. Инструменты доставал с крафтового пакета, или просто, ну, вот инструмент, инструмент. Не обратил внимания? Ну, честно говоря, не обратил внимания. Машинки он обрабатывал. Ага. вопросов, задавать. Ага. Соответственно, пришли к тому, что от ноля будем делать. Значит, когда обсуждали... Это вот это сейчас у тебя от ноля? Ну, да. Ага. Окей. Когда обсуждали также варианты, он говорил о форме моего черепа, то есть, обратил он на это внимание. Не заметил я, чтобы он там что-то где-то прощупывал. Да. Может, когда мыл голову, он сразу просканировал, но именно перед зеркалом. Какие вопросы задавал он тебе? Так, какие вопросы он мне задавал. Вот именно когда выявлял пожелания твои? Ну, когда стрикся в последний раз, естественно, самый первый вопрос был. Далее. Что ты, что ты встретил на это? Пожелания. Сколько ты сказал? Полтора точной, может, больше. Ага. вторую. Да, окей. Вот, потом он спросил пожелания. я начал говорить о своих пожеланиях. Да, в принципе, я, честно говоря, не помню вопросов. Я начал говорить о своих желаниях. Я, честно говоря, не помню его вопросы. Дело в том, что он как бы меня слушал и что-то комментировал. Ну, то есть, мог поправить или утвердить что-то или отрицать. если соотношение сделать... Не могу сказать, что он меня так опросил, чтобы я прям вот... Ну, опросника точного четкого не было, да, скриптов каких-то. А этот не имеет, конечно, это принципиального какого-то за собой смысла, но, тем не менее, если характеризовать в процентном эквиваленте инструмент ножницей сколько в процентном эквиваленте он стриг тебя там машинкой и ножницей? там, 50 на 50 или там 70 процентов машинкой 30 ножниц и машинкой меньше 50, я думаю. Ага, 40, 35. Ага. Так, окей. Что еще? Какие-нибудь, что вот отметил ты еще? Не знаю, быстро, четко работал, уверенно, работал, мялся немножечко. Аккуратно, то есть, не дергал меня там нигде, не порезал, не давил там где-то на голову, да, бывает такое тоже. То есть, аккуратно, бережно. Фишка была такая, когда второй раз мыли голову, значит, я не ожидал, включилось массажное окресло, оказалось массажным, и это, видимо, специально в первый раз не включалось, чтобы включиться во второй. Это запомнилось. По поводу самого процесса. А массаж, когда включил массажное кресло, он не спрашивал тебя, то есть, не там, про давление, там, еще про что-то? просто включил и включил, да? Да? Да. Окей. Такое давление, это что? Ну, массаж же, нет, этот массаж нельзя всем, даже массаж головы, реально, такой, полноценный массаж головы, всем нельзя делать. Какие-нибудь фишечки, которые, прям, вот ты сказал, вау, прикольно. Такое, что-нибудь, прям, вау, было. То есть, ну, вот ребята реально себя позиционируют, ну, очень крутым местом, где крутой сервис для мужчин. Что было реально такого крутого? если прям мелочи брать, ну, да, там вот у него, видимо, как-то все, может быть, заучено, так скажем, то есть, положение кресла, чтобы там я сел, да, удобно подошел, то есть, как-то вот прям, было четко, может, даже отработано это все. Может быть, кто-то бы и не заметил, но мне показалось, что прям все было отработано. Вообще. О его перемещении, его перемещении, позиции, кресла, там, как бы, о чем говорили в течение стрижки? Ну, он мне показался очень неразговорчивым, то есть, и ответы были максимально такие серьезные, с таким тоном, да, нет, очень серьезно, да, то есть, пошел нафиг. Нет, не то чтобы, ну, просто, то есть, нет, вопросы он отвечал серьезно, сразу, конкретно, без каких-либо лирических остывлений, так скажем. Конечно, вы в комментариях сами напишите, то есть, ваше мнение, стоимость стрижки, качество исполнения стрижки, ну, естественно, мы посмотрим, что будет в течение месяца, каждую неделю Макс будет снимать себя, то есть, и, собственно, комментировать, что легко, что просто, ну, и бывает такое, знаете, реально бывает, когда ты стрижешь клиента в кресле, и он, ну, немножечко, скажем, недоволен, ну, не то, что даже недоволен, а вот, ну, как вот у Макса сейчас, да, немножечко не то он ожидал увидеть в зеркале, такое бывает, но в течение носки, стрижки, именно вот носибельность ее, она может быть настолько комфортной, что человек скажет, о, блин, офигенно, конечно, я из салона вышел вообще не очень, но по факту было классно, носилось все классно, укладывалось все классно, все было здорово. Вернулся бы туда, Макс, вот так, по чесноку, представь, что я уехал в другой город, и ты понимаешь, что, блин, надо где-то стричься. Вернулся бы туда, или, собственно, пошел бы в тот же самый, там, топ-ган к обычным парням, которые не в индивидуале работают, и за тысячу, там, двести подстригся, ибо они за две, так же, допустим. Ну, если действительно, там, преждевременно, допустим, делать выводы о самой стрижке, может, я еще не рассмотрел, не привык, и так далее, ну, в целом, 90%, что мог бы вернуться, то есть, меня, в принципе, все устроило, обстановка, подход, сервис, действительно, чистое помещение, и локация классная, то есть, тишина, вдалеке от суеты. Ну, и в конце концов, приятно всегда, когда ты один сидишь в салоне, да, не вот, не шныряет, никто взад-вперед, там, да, там, Люська, принеси мне там, то, там, да, это 100%, никто не вмешивается, да, для мужчины, вот это, кстати, очень, вот такая зона комфорта, 100%, блядь, блядь, Продолжение следует... 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 Ну и, собственно, посмотрим, что будет у нас каждую неделю в течение месяца. Напишите в комментариях, как вам стрижка, насколько справился мастер и сколько, по-вашему, стоит эта стрижка. Сколько должна она стоить, сколько ее реальная стоимость этой стрижки. Ну вот, первый день после стрижки. Помыл голову, посушился, уложился без стайлинга. Есть некая проблема, наверное, в зоне макушки. Торчит. Придется брать что-то для укладки. Вот прошла неделя. Маленький репортаж. Прошла вторая неделя. Прошла вторая неделя. Как-то вот так. Ну вот, прошло три недели. Носится отлично. Выкладывается тоже легко. Единственное, приходится поработать над макушкой. А так, минимум, срезать для укладки. Немножко пасты. Ребята, прошел ровно месяц. Сейчас 2 августа. 2 июля Макса стригли в Топгане индивидуал. Мы не стали делать конкретный комментарий, хорошо ли подстригли, или плохо. Вы сами сделали, собственно, какой-то комментарий. Написали его, я надеюсь. И сейчас к нам приехала Аня Киселева. Это хэнкрафт-мастер, работающий в Геленджике. В парикмахерской цирюльник. То есть у нее есть целое, скажем, техническое задание. Это отработать определенное количество времени на большом трафике. То есть она работает в эконом-парикмахерской на большом трафике за 149 рублей. Вы писали в комментариях о том, что не совсем правильно и корректно сравнивать мастера моего уровня с мастером эконом-класса. И выберите премиального мастера и сравните себя с ним. Ребят, я хочу сделать маленькую поправочку и донести. Мы ни в коем случае не сравниваем, ни в коем случае не пытаемся кого-то завысить, кого-то занизить. Мы просто-напросто ищем парикмахеров в хороших случаях. Поэтому этот проект называется случайный парикмахер. Если вдруг случаются какие-то ошибки, мы видим эти ошибки в работе. Ну, наверное, правильно не просто сказать посмотрите, но указать пальцами, что вот так, наверное, нехорошо, вот так, наверное, нехорошо. Вот сейчас месяц прошел у Макса, мы сейчас его прокрутим. Месяц прошел у Макса, вот посмотрите, что у нас получается. Как там лежит макушка, мы его прокрутим обязательно, потом посмотрите его, как лежит челка. И мы не говорим сейчас, что будет гораздо круче, когда сейчас подстрижет Аня там, да. Мы просто-напросто покажем разность цен. То, что как можно подстричь за 149 рублей, подстричься, если вы клиент, и как можно там подстричься за 2000. Имеет ли смысл переплачивать? Не имеет смысл. То есть сделайте какие-то свои выводы. Представим, что мы приехали в Геленджик, в салон-цирюльник, в парикмахерскую-цирюльник, дали Максу 149 рублей, и он пошел подстричься. Ну, примерно вот та же самая будет история. Потом, когда подстрижет Аня, может быть, мы подождем еще один месяц, и потом подстригу Макса я. И Макс в конце всего этого проекта, через три месяца скажет, что, да Юр, ты знаешь, собственно, смысл стричься у тебя, у Ани, в Топгане, как бы, да без разницы вообще, все одинаково, как-то хреново лежит. Вот, может быть и такое. То есть мы ни в коем случае не пытаемся пальцы какие-то гнуть, еще что-то. Мы просто пытаемся понять для себя, есть ли смысл в тех нюансах, которые мы уделяем в стрижке. Мы выделяем там внутреннюю форму, мы выделяем внутренние срезы и так далее. Может быть, это все лишено всяческого смысла. Может быть, никаким образом на клиента это не влияет. Клиент как плохо укладывается, волосы у него, так они будут плохо укладываться. Может быть, правда же, Макс? Вот. Что, ребят, поехали? Анька очень волнуется почему-то. Вот, волнуется, но волноваться смысла нет, она подстрижет ровно так, как может подстричь. Кстати, я на секундочку отмечу вам, что Ане стаж 8 месяцев, 9. Она к нам приехала на курс Хэнкрафтмастер на первый поток. Ну, скажем, не абсолютный ноль. Ань, сколько ты училась? Ты... То есть полгода она училась где-то в Геленджике, потом приехала к нам в Академию. Ну, вот считайте, грубо говоря, год максимум у нее стажа. Поехали посмотрим. Ждем от вас комментариев, что вы скажете по поводу ее стрижки. И у нас сравнение 2000 рублей и 149 рублей. Поехали. Да никаких особых таких пожеланий нет. Хочу просто, чтобы было красиво. Нравится, когда покороче виски, затылок. Сейчас лето, жарко. Вот. Челку оставим, чтобы можно было ее поднять, зачесать, так скажем, поставить. Последние стрижки сколько времени? Месяц. Прошел ровно месяц. Сейчас, кстати, вроде сильно даже не зарос. Вот. Идеально. То есть. А последний раз стрижки по ощущению это коротко было тебе? Ну, изначально мне показалось, что он сделал длиннее, чем я просил. Или было изображено на фотографии, которую я вот нашел. Ну, чем я привык вообще, если от ноля делать. Ну, в принципе, это меня не особо как смущало. Или мешало. Вот. Ну, для красоты, наверное, хотелось бы, чтобы было короче. Когда волосы чего-то обманываешь? Ну, конечно, сушу феном и немного дополняю пастой матовой. Ну, наношу на руки и потом могу вот, значит, нанести на волосы и подпредать форму. Ну, это уже после укладки феном. То есть форму феном стараюсь себе уже придать сразу. Аня, расскажи зрителям, какие особенности ты у Макса выявила и выявила ли вообще что-нибудь? Ну, вот самая такая особенность, это вот эти вот две макушечки, которые рядом, встречнутый этот рост волос. Двойная макушка, торчащая. Вот эта вот зона. То есть она очень-очень высокая. То есть понятно, что мы ее опустить ниже не сможем, но здесь нужно будет прям растушевку хорошую. Высокий рост волос. Вот здесь вот затылочный бугор, то есть тоже кость. Затылочный бугор. Прямо она выступает по форме здесь. Ну, вот как бы надо сделать так, чтобы она не засветилась в эту плоскость. Так. Челка хорошая, вот челка мне вообще прям нравится. Ну, вот здесь то, что височки, они более светлые, чем основная масса. Ну, это так. Ну, вот еще один момент, который, ну, это я потом... То есть лично мне так кажется, что вот эти вот концы, они... Вот я когда на мочу буду их стричь, кажется, они прям вот такие... А длиной особо не хочется здесь трогать, но придется. В общем, короче, я тогда вообще не буду свои комментарии старать, потому что, честно, мне хочется сказать, а тут, наверное, ты сделаешь вот это, а тут, наверное, ты вот сделаешь вот это. Но, ребят, я прям, видите, закрыл. Аня сама выявила особенности. Это три особенности. Ну, собственно, я просто превращаюсь с зрителем, сажусь на стул, беру попкорн и чай, и, короче, и смотрю вместе с вами, как стрижет Аня. Все, я поехал в Геленджик. Аня, расскажи, мне интересно, вот ты работаешь в Геленджике, в парикмахерской стирюльнике. Видишь, что стоит 149 рублей. Сколько? Сколько? Уже 200, да, у тебя? 250 подняли. Ну, некоторых я стригу по 140, они такие простые. Да, а расскажи, сколько раз? О, Глент. Ну, только честно. Честно? Да, конечно. Чаще всего один раз. До. До. Да. Но летом стали больше и после. Бывает такое, что не моешь вообще? Честно, бывает. Ну, там... Ну, там... Почему? С чем это связано? То есть, просто чувак приходит реально с чистой головой, ты видишь, что... Ну, действительно, нет смысла. Да, да. Ну, и еще не по этой причине. Есть несколько клиентов, которые тоже иногда говорят, ну, давай не будем голову мыть. Я смотрю, что он реально только с душем. Да. Они еще влажные бывают. То есть, он тоже влажный еще, да. Я тоже сказал, да, и крест, ну, давай не будем. Ну, да, бывает, ну, что ты сделаешь? Ну, иногда бывает, вот, дедушка, вот, он сидит в очереди, мне жалко его, я его возьму. Вроде волос нормальный, но я понимаю, он так тяжело в мойке будет вот это вот все. Вот он прям еле передвигается. Если приходят клиенты и говорят, я не хочу мыть голову, я мыл три дня назад. Ну, вот я вот с этим боролась, я там предлагала мыть голову, сейчас я не предлагаю, я просто, говорю, в мойке проходим, типа вот, да. Ну, без вариантов, то есть, я не даю выбирать, мыть или не мыть голову. Не говорят они, типа, ой, да это же дороже будет, я говорю, да не будет дороже, 3,4,5, это все входит. Не, не говорят уже. Не говорят, уже нормально. Раньше с этим боролись прям постоянно, типа, я не надо, это же дороже, не надо мыть, это же дороже. Ну, вот первые разы я, когда вот только начала работать, назад, как говорили, ой, нет, там, 20 рублей, не надо. Сейчас чуть-чуть перестали, говорит. Сколько занимает реально стрижка с двумя мытьями, да, сейчас? Ну, сейчас, сейчас 15. Ну, все от стрижки, да, зависит. Я вот, допустим, первых, когда первый раз человека вижу, первый раз его стригу, я прям знаю, что 100% будет больше, когда он на второй раз приходит уже, как бы, быстрее. Часто в комментариях пишут, типа, да что вы хотите, блин, за, там, 150-200 рублей, блин, за 300 рублей, кто там стараться будет? Полчаса и рубль 20-ка, то, как бы, не то место, где нужно стараться. Ты стараешься, когда стрижешь? Да. Зачем? Вообще, 100%. Нафиг тебе это надо. Действительно, нафиг мне это надо за 150 рублей. Зачем? То есть, ты же стрижешь, там, за 200 рублей, ведь действительно, раз, раз, чем больше подстрижешь, тем лучше. Ну, мне стыдно, допустим, ну, стремно подстричь, а потом буду говорить, вот там, стрижет, яненько рукожопая стрижет. Ну, как бы, мне просто с собой вот это стыдно. Там, понятно, что можно клиентскую базу наработать. Ну, стыдно, то есть, человек, то есть, внутренне составляющие, что ты не можешь себе позволить сделать. Не стыдно, да. Да, а еще, прикинь, теперь будешь ты, блин, до самой старости, из-за того, что тебе стыдно стрижь, блин, и зарабатывать. А могла бы вдвое больше зарабатывать, по полчаса быстрее. Нет, ну, клиентская база же нарабатывается, со временем, в любом случае, цена будет подниматься. То есть, ну, сейчас есть клиенты, ну, нам, говорят, ну, как бы, без... Есть даже клиенты, которые они так 500 рублей платят. Твоя основная цель того, что ты сейчас работаешь вот в таком салоне, то есть, типа, ну, почему? Нафиг тебе их надо. Что цель? Основная цель – это мастерство свое, то есть, ну, отточить прям вот... За счет чего? За счет того, вот, большого потока количества людей, за счет разных людей, волосы разные, стрижки разные, ну, немного чего. Чтобы потом, допустим, если переходить уже на более дорогую цену, чтобы я знала на 100%, что придет человек, то есть, в принципе, я могу подстричь любого, там, независимо, какой рост волос, две макушки, три, десять этих макушек и так далее. Я сейчас, знаешь, что, Максим, я тебе длину сейчас сделаю, как, ну, допустим, мне кажется, это не с нуля будет. Вот, высушу эту шлифу, и ты мне потом скажешь, если надо, я тебе, короче, сделаю, хорошо? То есть, как мне кажется, это будет лучше. Вот привычка от эконома, нет привычки поднимать кресло, там, низкие кресла, то есть, там, максимально вот высота, наверное, вот так. У меня, кстати, бывает клиент, который тоже приходит, ну, ну, с нуля вот прям, с нуля покороче, вот, блядь, не стрижка. Ты мне предлагаешь какую-то другую длину, и они прям соглашаются, бывает. Бывает, нет, там, ну, мне вот прям с нуля выбрите все. Я не знаю, с нуля, мне кажется, смысл, ну, там, десять дней ты ходишь с этим переходом, все, и потом-то начинает зарастать. А вот что, что нравится вот с нуля, почему? Я вот этот вопрос муджикам задаю, почему... Как ванда в универсальной солдате. Короче, это вопрос, вот опять же, да, мужественности, брутальную, да, в внешнем углу. Мне часто говорят, чтобы... Мне говорят, волос быстро растет, сделать ли мне покороче? Не знаю. Не, я знаю, из моих причин, это, обычно, клево, ну, заросший. Солнце начинает светить, лицо загорает, вот. Волосы, которые мешают, потом стрижешься и... Да, белый полос, ну, это же первую стрижку только. Да, да, поэтому хочется максимально открыть свой череп к лучам солнца. Максимально вообще в ноль? Вообще? Ну, вообще в ноль, нет, невариант. Почему? Ну, потому что ходила я будет уже в ноль в армии. Не сами вот. А в армии сами, да, себя стриг лучше? Ну, друг друга, да. Сейчас форму выведу, на сухую уже буду все переходы доводить до ума. Хочешь, покажу, как в экономе мы это, ну, вот эти нижние затылочные зоны стрижем? Я как стригу. То есть там настолько низкие, кресло мне даже где-то фотка есть. То есть я вот так вот, прикинь. То есть оно прям низкое, мне ничего не видно, и мне, чтобы увидеть, надо вот так. Так, каждого клиента. Да. Надо искать в виде плюс, это приз отработал. Чего отработал? Крисик. Можете накачивать? Крису, робочую воду. К концу, я не знаю, к пенсиям все закинал. Можно марафону бегать. Короче, видела на ютубе. В одном видео тоже показывают, ну, так вот, на шаветках. Говорят, что филирует волосы. Всем рассказываю, все ржут. Девочка опаздывала на автобусы. Я тебе сказала, не срочно, быстро подстриги парня. Вот она его подстригла, я рядом все же парни. Гверка подходит весь в волосне. Ну, они, в принципе, так и выходят туда весь, все в волосе. Там, вербой. Как бобра подстригла. Вот эти, ну, как бобра. Плохо подстрижены парень. Как бобра. Ну, вот такие цирюльники надо бояться. Ну, по-нет-махерски, там, среднего класса. Потому что, если честно, качество тоже самое. Цена гораздо ниже. Ну, в большинстве случаев, то, что там парни за 500 рублей стрит, да то же самое с цирюльниками. Там, не за 250 максимум подстригла. А ты феном прямо задуваешь или только челку всегда? Или только челку дуешь? Ну, я говорю, что тут, как бы, в прошлый раз, получается, приходилось все вроде бы. А обычно? Не в прошлый раз? Ну, обычно, наверное. Ну, так это? В общем, я, как честный человек, вообще на Макса не смотрел. Вот он сейчас сидит вон там, я смотрю на вас, вижу там его силуэт и не смотрел. Потому что хочу, чтобы вы увидели мою первую реакцию. Для меня это очень волнительно, потому что это же мои дети, можно сказать. Блин, в общем, ну, скажем так, на 149 рублей настригла. Нет, говорю, не вижу. На 250 тоже. Это филировка, что ли, или что это? Ну, вот он весь торчит. А почему? А это что такое? Пах! Смирал. Слушайте, ну, я скажу сразу такие нескольких моментов. Ребят, те, кто смотрит сейчас нас, я, мы дождемся, получается, 2 августа у нас сегодня. 2 сентября, получается, я Макс тоже подстригу. Ну, просто, ну, чтобы я то, что сейчас говорю. Я не могу изменять. А я могу, да? Это просто то, что я сейчас говорю, чтобы, ну, это, ну, было как-то обусловлено чем-то. То есть, смотрите, нюанс, на который я смотрю сейчас. Первое. Это вот эта линия. На мои ногти, ребят, не обращайте внимания. Я просто черным цветом красил манекен. Вот эта линия, то есть, ее нужно сделать тоньше. То есть, но мы сейчас уже делать ничего не будем. Уже как есть, так есть. Это первый момент. Второй момент. Ну, судя по всему, все-таки здесь была филировка. Я не знаю, насколько это правда, я говорю или нет. Но, как бы, из того, что я вижу, здесь была филировка. Это не есть хорошо. Но, как бы, ну, как есть. Вот. Она начнет торчать. Чуть-чуть. Потом дальше. Если посмотреть на него в зеркало, вот это место, мне не очень нравится вот это место. И мне не очень нравится, что она форма, то есть, у нас какая-то получилась вот такая. То есть, как будто масса здесь, как будто нет массы здесь и как будто вот высоко здесь. То есть, я бы, конечно, в укладке это делал бы, там, больше сжимал тут точку, тут ее вытягивал. И делал так, чтобы вот я прижимал здесь не феном, а именно стрижкой, чтобы это максимально прижато было. Вот. И посредством прикорневых техник, то есть, давал бы объем вот здесь. То есть, здесь давал бы массу, а здесь давал бы объем. Вот. Потом я точно так же обращу внимание на то, что разные чуть-чуть виски. То есть, если мы посмотрим, допустим, вот на этот висок. Давай посмотрим на него. То есть, здесь мне нравится форма. Мне нравится здесь линия. То есть, он здесь подсведен. То есть, он хорошо. Вот. Если посмотреть на висок с этой стороны, то получается, как будто здесь небольшая заплешенка такая. Вот. И как бы, и он какой-то уже. То есть, ну, он не такой, как бы, статичный, ну, не такой симметричный, что ли, как тот. Чуть-чуть есть жестковатый переход здесь. Вот тут тоже. Вот. Ну, и... Можно я сейчас влезу сюда? Она так, у тебя шлепнется, эта челка. Ну, как бы, она не будет прям легко стоять. Если ты... Давай с тобой, Макс, договоримся так. Ты после той стрижки первую неделю не укладывался, насколько я помню. Потому что у тебя не было матовой пасты. Да. Попробуй соблюдать вот этот же. То есть, так же не укладываться, так же этот. Просто посмотреть вообще. Понятно, что у нас есть охрененный козырь. Это 250 рублей и 2000. На мой взгляд, если... Ребята, напишите в комментариях. Вот. Я сейчас еще раз. Мы не критикуем работу. То есть, мы разбираем и делаем работу над ошибками. То есть, где... Какие ошибки мы допустили, над чем поработать дальше. То есть, макушка отработала нормально. То есть, она начнет торчать у него реально. То есть, ну, через недельки две с половиной даже. То есть, поэтому с макушкой условно хорошо отработал нормально. Вот. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше. То есть, не обращайте внимания на цену. Просто вот какая работа вам понравилась больше. Там, та, которая была проведена первая, или та, которая была вторая. Ну, и, естественно, разница в цене. Есть ли смысл пойти под стричь за 2000, либо... Ну, пусть будет у тебя стрижка 1000 рублей. То есть, потому что, ну, 1000 рублей все равно... Я бы за такую стрижку... Макс, ты бы дал такую стрижку 1000 рублей? Ну, как бы, ну, честно. То есть, ты с 2000... Да, тоже с 2000, да? Как бы, да. То есть, 1000 рублей реально стрижка стоит. Ну, на мой взгляд. Как бы, с учетом общего рынка сейчас. Уж 250-то уж точно стоит. Вот, по времени ты, получается, стригла, ну, 1 час 20 где-то. Ну, я просто никогда за 250-то, инстригс. Поэтому тебе сравнивать ни с чем. Да, да, ну, тебе повезло просто. Ты еще это, да? Да. 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 Сегодня ветерок, покладку делал без стайлинга. Смотрим, что получилось. Спустя неделю после стрижки. Макушка нигде не торчит, все отлично, это я без стайлинга. Применять придется, челка на самом деле сейчас такая легкая. Она так, у тебя шлепнется эта челка, ну как бы она не будет прям легко стоять. И оставить сложнее немножко на самом деле без стайлинга. Позади три недели, в целом доволен как все лежит. Использую немного воска. Но это для поддержания основной челки. Так, в принципе, ничего не торчит, все лежит, а за три недели макушка не встала. Макушка не встала, но мне нравится. опять-таки опять недель. Что могу сказать, ну, укладываться просто, особо нигде не мешает, не торчит. Челка, конечно, уже не стоит, потому что отросла. Вот. Вот так. Можно еще и даже пару недель походить. И в таком виде. Ну что, друзья, наконец досмотрели этот ролик до конца. Времени настолько мало, что концовку приходится записывать в течение, в рамках семинара. У нас сейчас проходит курс, именно конкурсный тренинг, подготовка к конкурсу. Мы готовим команду на чемпионат по классической мужской стрижке. В общем, эмоции есть. Есть обратная связь в отношении и первой, и второй работы, которая и 250, и 2000 рублей. Но мои, мою обратную связь и то, как я подстригу Макса, вы увидите в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии ваше мнение. Ну, а мою работу вы увидите в следующих выпусках. Пока.